Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, сегодня мы рассмотрим вопрос, как ремонтировать нимфу. Вы уже неоднократно спрашивали, что зачастую происходит очень болезненное с вашей стороны отношение к тому, что рыба приводит в негодность нашей нимфочке и мушке. Я связал специально вот такую имитацию нимфы. Из материалов я взял крючок Тимка 200Р номер 14. Ну и как обычно, огрузил свинцом из обыкновенного полиэтилена, не в том, как который я уже неоднократно показывал. Вот обыкновенный полиэтилен, который имеется из упаковки. Изготовил чехлик, обмотал его, подгрузил глазки из лески, то есть стандартный вариант, как я обычно изготавливаю. Вот у нас крючок хороший, все хорошее. Зачастую многие мои товарищи меня критикуют за то, что я мушки, которые изготавливаю, я не срезаю, если мне они не нравятся. Если вам что-либо не нравится, лучше вовремя остановитесь. Срезать, ну я считаю, это уже самое последнее дело. Поэтому если крючок нормальный и нимфа пришла вот в такую, будем говорить, негодность. И вам хотелось бы ее восстановить, мы сейчас с вами рассмотрим несколько вариантов из того, как вы просили, что у вас под руками. Значит, хвостик у нас, наш окунь, как обычно, уже отгрыз. Значит, есть вот такое обыкновенное перо, куриное, которое можно найти всегда. Куриное, петушиное, желательно, чтобы было мягкое и в то же время достаточно крепкое. Можно также, как обычно, допустим, у меня бывает, я иногда навожу порядки в подушках и объезжаю пункты, где эти подушки реставрируют, чтобы найти хорошие перышки. Вот перо, которое тоже можно спокойно взять и использовать в качестве изготовления хвостика. Но я нашел у себя вот перышко, не знаю, где я, что делал, неважно. Это перо охотничьего фазана. Значит, я отрезал центральную часть, вырез сделал буквой В. Для начала нам надо подобрать нить, чтобы она у нас подходила под цвет нашей нимфы. Ну, по крайней мере, можно будет всегда подкрасить. Как всегда, закрепили нить в том месте, где мы будем восстанавливать наш хвостик. Обязательно в этом месте добавить необходимо немножко клея. Так как очень много материалов мы крепить не сможем, нарушим пропорцию нашей нимфы. И нить желательно использовать так, чтобы у вас была достаточно тонкая и крепкая. Продолжаем. Дальше берем перышко и я приблизительно для себя, ну, отбираю то количество, допустим, бородок, которое мне необходимо будет для того, чтобы обозначить мой хвостик. Ровно то количество, которое мне необходимо, ни больше, ни меньше. Если он выйдет несколько жирнее, не расстраивайтесь. Вот приблизительно 3-5, я их не пересчитывал, сколько. Но для начала надо установить крючок в нужное для нас положение. В удобное, будем говорить так. Повернем крючок и будем устанавливать. Стараемся теперь выбрать так, чтобы у нас было то количество по длине, сколько нам необходимо. И стараемся так, чтобы четко-четко в одном месте сделать первый оборот, чтобы у нас наше перо никуда не ушло. Оставляем в таком положении, слегка подтягиваем наши бородки, так, чтобы ость ушла у нас из-под нитки. Остались только одни бородки. Вот я считаю, такое количество мне будет вполне достаточно. Делаем один оборот, больше не надо. Переламываем. Подхватили, переламываем. И замочком закрепим окончательно наше перо. Остатки сразу удаляем. Вышла у нас вот такая, как вы видите, конструкция с разделенным вроде бы хвостиком, но в то же время он и не совсем разделенный. Можно оставить у нимфы так, как есть. Но я обычно беру после этого лак, который я вам неоднократно показывал. Это лак-клей глубокого проникновения. Чем они отличаются, вы посмотрите потом в интернете. Это довольно-таки существенно, и поэтому мы на этом сейчас не заостряем внимание. Я беру пинцет, тот, который вам удобен для вашей работы. И сразу, пока еще лак не подхватился, я разделю на две равные части. Вот так. И уже у нас хорошо виден обозначенный хвостик. Можем лишнее, которое у нас имеется, или убрать, или добавить. Вернее, или не трогать. Вот приблизительно вот такой, как вы видите, у нас уже вышел хвостик. Это зачатки тех крыльев, вернее, того хвостика, церки, который есть у нашей настоящей нимфы. Промажем окончательно. Дадим теперь нашему лаку хорошо схватиться. И немножечко подожжем. После того, когда лак наш подсохнет, как вы видите, нам необходимо будет опять же взять тот даббинг, который у нас имеется и близкий, подходящий по цвету, совсем-совсем немножко. Как я уже говорил, я использую вот подшерсток, который вычесал из своего любимого кота. И аккуратненько потом подровняем место крепления, уберем нить и подойдем теперь к ремонту наших лапок. Наш хвостик уже хорошо подхватился. Я опять нимфу установил в необходимое для меня положение. И теперь самый основной момент. Хотите, можете использовать резинку. Хотите, можете использовать вот как я обыкновенную нитку, которая вот покажу уже другого оттенка, которая используется для вязания. Это нить для машинного вязания ПШ-32-2. Кто вяжет, тот знает. Любая для рукоделия это, а это акрил. Поэтому можно использовать любую, которую вы подберете для себя нитку. Почему? Потому что с ниткой значительно легче работать. Я уже пробовал разные варианты. Брать вот так с помощью иголки, протаскивал и резинку, протаскивал и перо, протаскивал. И вот такой материал, как вы видите, тоже спокойно можно протащить. Но очень неудобно потом подгибать лапки, используя вот такой материал. Если не подгибать, пожалуйста, вставили вот такую резиночку, протянули, проклеили. И все вопросы с ремонтом у вас уже закрыты. Как вам теперь уже понятно, продеваем в ушко иголки. И проткнули, по возможности не навредив нашей нимфе. На косую. Почему на косую? Это для того, чтобы мы могли с вами сразу задать тот угол, который нам необходим для лапок. Передний и задний. Вот, как вы видите, у нас достаточно хорошо прошло. Теперь мы с вами вымеряем ту длину, которая, допустим, нам необходима для передней лапки. И оставляем. Видим, что она еще достаточно длинная. Это даже очень хорошо. Я беру клей. Опять показываю тот клей, который я использую. Это не значит, что это клей, который должны использовать вы. Любой клей, который не боится воды, и который очень быстро сохнет. С которым вам удобно работать. И не портит материал. Теперь я беру буквально капельку клея и наношу с той стороны, где у меня короткая лапка, на нить. Для того, чтобы мы могли ее закрепить. Скажу вам сразу, можете и не проклеивать. Потому что вот такого, как говорится, исполнения нашей нимфы вполне достаточно. Оставили. У нас уже одна пара лапок готова. Удаляем ту часть, которая у нас использовалась. И теперь берем точно так же протыкаем теперь на косую эту пару лапок. Давайте продолжим. Вот, друзья мои, мы с вами продели все шесть лапок изготовили. Я промазал лаком. И теперь необходимо, чтобы лак подсох. И потом уже придать нашим лапкам то положение, которое необходимо. И немножко оккультурить нашу нимфочку. Давайте сделаем и потом продолжим. Подрезали лапки. Окультурили нашу нимфочку. Еще, конечно, надо подождать, пока подсохнет лак. Ну, и подровнять еще немножко лапки. Ну, в принципе, это вам уже и так понятен весь процесс восстановления. Есть еще, конечно, вариант. Можно взять сверху, примотать, потом добавить даббинга. И заново закрепить вот так лапки. Не морочиться с этой иголкой и со всем остальным. Но, учитывая то, что я вам показал самый худший вариант, лучший вы уже для себя выберите сами. Вот и все. Как вы видите, вот такая достаточно уловистая уже наша настоящая нимфа готова к работе. Восстанавливать можно практически любую мушку, которую вы захотите. Ну, посчитайте, есть смысл или нет. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...